Шангай-Обсервер, Китай. Примет ли Трамп приглашение Путина на военный парад на Красной площади в следующем году? Джан Цуань. Шангай-Обсервер, Китай. 14 ноября 2019 года. Президент США Дональд Трамп признался репортером в Белом доме в пятницу, что хотел бы принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая следующего года. Это заявление стало приятным сюрпризом. По мнению российских СМИ, приглашение Трампа приехать в Москву на празднование Дня Победы – это дружеский жест Кремля. Он также выражает готовность восстановить российско-американские отношения. Однако существуют сомнения. В 2020 году в самом разгаре будут американские президентские выборы, и кандидат от демократической партии Байден, услышав эти новости, даже сказал, это серьезно? Должно быть, это шутка. Только здесь никаких шуток. Проводить время с союзниками в период предвыборной кампании – это правильное решение. Итак, слова Трампа и его готовности – пустые разговоры или стоит все же воспринимать их всерьез? Если смогу приехать – да, я получу приглашение, сообщил Трамп 8 ноября, отвечая на вопрос информационного агентства ТАСС. В июне этого года во время саммита Г-20 в Асаке президент России Владимир Путин пригласил Трампа посетить Россию в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Трамп пообещал рассмотреть это приглашение. Затем Трамп сказал агентству ТАСС, время парада совпадает с самым пиком президентских выборов в США, но я обязательно обдумаю это. Президент Путин пригласил меня. Это большое событие – празднование окончания войны. Это очень важно, поэтому я дорожу этим приглашением. В то же время он повторил, что 9 мая следующего года – самый напряженный период предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Следующие президентские выборы состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп будет добиваться переизбрания от имени Республиканской партии США. Он подчеркнул – это разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я присутствовать. Если получится, я был бы рад приехать. День победы в Великой Отечественной войне, также известный как годовщина победы над нацистской Германией, был определен Советским Союзом в день капитуляции фашистского правительства и отмечается 9 мая. Великобритания, США и Франция были главными союзниками Советского Союза в то время. В следующем году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, и это очень важная дата. Ранее помощник президента России Ушаков заявил, что на торжественный военный парад были приглашены лидеры 17 стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, в праздновании примут участие делегации из Индии, Кубы, Франции и других стран. Обычно Россия отправляла приглашение США на празднование юбилеев победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году она не отправляла письмо приглашения из-за некруглой даты. Два бывших президента США уже участвовали в юбилейных празднованиях. Клинтон в 1995 и Джордж Буш в 2005. Бывший президент США Барак Обама отклонил приглашение принять участие в параде в 2010 году. Кроме того, приглашение Трампа приехать в Москву является дружеским жестом, свидетельствующим о том, что Кремль выразил готовность перезапустить российско-американские отношения. Первоначально ожидалось, что Путин и Трамп соберутся на неформальной встрече лидеров ОТС, которая должна была пройти в Чили в ноябре этого года, но затем Путин решил не летать в Южную Америку, а Чили отменила саммит по внутриполитическим причинам. Все дороги ведут к Путину. Но Трамп только сказал, что хочет поехать, а внутри США уже поднялся шум. Все дороги ведут к Путину. Американский новостный сайт Тераустеры призвал бойкотировать данную тему в официальной прессе. Ведущий ЦНН Джим Шута назвал военный парад очередной демонстрацией военной мощи России, которую Путин использует для подрыва интересов государственной безопасности всего мира. Члены Демократической партии по большей части используют эту новость как возможность, чтобы высказать свои политические взгляды. Сенатор штата Калифорния Камала Харрис, которая была выдвинута как кандидат в президенты от Демократической партии, высмеяла отношения Трампа с Россией в прошлую пятницу. Всегда хорошо проводить время с союзниками во время предвыборной кампании. Еще одной реакцией на слова журналиста об этой новости стало удивление бывшего вице-президента Байдена, также кандидата от Демократов. Вы серьезно? Вы, должно быть, шутите. Трампу постоянно вставляют палки в колеса стоит ли воспринимать слова Трампа всерьез. Общественное мнение на этот счет разделилось, одни не исключают возможность, что Трамп действительно будет участвовать в празднованиях 9 мая. Другие полагают, что существует множество сдерживающих факторов, которые могут повлиять на него и охладить пыл. Анализ зарубежных СМИ показал, что, если Трамп все же действительно примет участие в праздновании, на это могут повлиять несколько факторов. Во-первых, как все знают, его отношения с Путиным не самые обычные. Например, на прошлогодней встрече в Хельсинки два лидера разговаривали один на один, первоначально договорившись только о получасовой беседе, но в результате разговор продлился 2 часа 16 минут, и только после напоминания супруги Трампа, Мелании, стороны попрощались. Другим примером является празднование столетнего юбилея Первой мировой войны в Париже в прошлом году. Путин и Трамп были вынуждены общаться только на публике, однако язык тела скрыть не удалось. На записи трансляции видно, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры с серьезными лицами наблюдают за прибытием опоздавшего Путина. Только Трамп выглядит по-особому и даже невольно открыл рот. Мировое сообщество также заметило, что Путин специально показал Трампу большой палец, а тот мягко похлопал Путина по спине, когда тот проходил мимо. В июне этого года Путин и Трамп встретились во время саммита Г-20 в Асаке, и стороны разговаривали в течение 1 часа и 20 минут. Во время встречи Трамп выразил готовность придать новый импульс отношениям между США и Россией. По словам пресс-секретаря президента России Пескова, это первый раз, когда Трамп отреагировал на призыв России к нормализации отношений между двумя странами. Путин и Трамп твердо убеждены в том, что необходимо поддерживать наивысший уровень отношений между странами. Второй фактор заключается в том, что Америка на российские отношения упали до рекордно низкого уровня. Расследование Рошагейта о вмешательстве России в выборы США все еще не завершено, а некоторые исконные структурные противоречия и щекотливые вопросы, например, с Украиной, не были разрешены. В экономическом плане Соединенные Штаты все еще не ослабили санкции против России, и объем торговли между США и Россией также очень мал. В военном отношении Америка на российский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности полностью провалился, и срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВИ также истекает в 2021 году. В прошлом месяце Соединенные Штаты также рассматривали возможность выхода из договора по открытому небу. Что касается международных вопросов, обе стороны занимают противоположные позиции в вопросах Сирии, Ирана и Венесуэлы. Соединенным Штатам и России действительно нужна возможность наладить свои отношения. Несколько недель назад Трамп выступил с заявлением, что Вашингтон планирует вступить в конструктивный диалог с Москвой для улучшения отношений. В середине октября этого года Путин сказал, что президенту США мешает внутриполитическая ситуация в Штатах. Россия будет сотрудничать с любым американским лидером, что как раз соответствует готовности Вашингтона к сотрудничеству. Третьим фактором является то, что в прошлом Трамп проявлял сильный интерес к демонстрации военной мощи. Он сказал, что военный парад в день взятия Бастилии в 2017 году, в котором он участвовал во Франции, был одним из величайших парадов, которые он когда-либо видел, и сказал, что именно это празднование вдохновило его на проведение военного парада в день независимости 4 июля этого года. Россия явно стремится ухватиться за хобби Трампа. Конечно, есть также множество СМИ, которые не лелеют надежду увидеть встречу Путина и Трампа в мае следующего года. С одной стороны, в следующем году, когда пойдет обратный счет до всеобщих выборов и борьба между двумя партиями в США дойдет до высшей точки, любые признаки сближения Трампа и России будут рассматриваться как доказательство сговора с врагом. Прямо сейчас демократы усиленно работают, чтобы продвинуть импичмент Трампа. Хотя маловероятно, что Трамп будет в конечном итоге снят с должности, у него все же действительно немало проблем, и потому президент США должен действовать особенно осторожно. С другой стороны, высокопоставленные чиновники Министерства обороны США годами предупреждали Трампа о том, чтобы не допустить угроз и вызовов со стороны России и других стран. До того как Трамп примет окончательное решение отправиться в Россию или нет, внутренние военные антироссийские силы, безусловно, сделают все возможное, чтобы переубедить Трампа. В таком случае в вопросе ехать или нет Трампу действительно придется трижды подумать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.